Друзья, приветствую! Владимир из Абакана прислал образец масла Мобил-1 ESP-X2 020. Сейчас я покажу вам описание. Это гибридная Toyota Prius Alpha с двигателем 1.8. 145 тысяч общий пробег, 10 тысяч пробег на масле. Понятно, что это гибрид, здесь сложно оценить, сколько времени проработало масло, потому что часть времени, естественно, машины ездят на батарейке. Вот один образец. Я использовал тот образец, что есть у меня, но здесь возможны варианты, потому что у меня, я думаю, что минимум 2-3 года образцу. Я имею ввиду того, как он был разлит. Поэтому там может быть SN или SN+, а здесь уже Мобил заявляет ESP, более свежий допуск. Так, значит, сейчас прибор проверяет частоту окон, измеряет фон, чтобы учесть возможные измерения, повреждения какие-то в измерениях. Так, ну и все, я закладываю отработку. Давайте посмотрим, что намеряет прибор. Так, по описанию вы видите, эксплуатация, все. Значит, противоизносных присадок 87 процентов остаток. Да, видим совсем немножко. Нарастает нитрование, причем нитрование достаточно так активно нарастает. Это говорит о том, что мотору тяжело дышать или воздушный фильтр или, значит, катализатор, может быть и прорыв катерных газов. Но пассажи, смотрите, нули нету, по гликоле нули, то есть видно, что масло как будто бы и не сильно, оно и сработалось. Все остальные показатели в норме. Так, кислотное 2,87, начальное было 2,2, тоже небольшое окисление. И щелочное, начальное было 7, здесь 5,2. То есть ничего такого экстренного криминального. То есть масло, видно, как-то еще имеет большой запас. Сейчас я проверю, сравню вязкость свежего того, что у меня есть. Видите, масло это зелененького цвета и отработки. Обычно для гибридов характерно сильное разжижение, достаточно сильное. Ну, это обусловлено режимами работы. Часто они недогретые моторы. Вот здесь, кстати, видите, половина эксплуатации лета-осень. Так, ну, видим, да, что есть разжижение. Примерно наполовину, ну, 45 процентов, 45-50 процентов. То есть разжижение достаточно сильное. Скорее всего, масло здесь вылетит не по моющим, нейтрализующим свойствам, а именно по разжижению. Не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписаться. Нажимайте колокольчик, так вы не пропустите следующие видео и, естественно, поможете каналу. Ну и, значит, вот оценка ресурса. Что было, что стало. Пробег. Средний я посчитал 30. Владимир пишет, что сначала написал мне 30, потом там 25. Непонятно, даже со средней скоростью. Средней скорости нет. Город небольшой, пробок нет, так что вполне возможно и тридцать. Ну, вот по маслу, видите, по моющим, нейтрализующим, значит, свойствам. Это 640 моточасов. По нитрованию это 450 моточасов. Ну и, значит, вязкость, в общем-то, сами оценили, 730 моточасов. То есть, еще раз повторю, сложно оценить, значит, насколько именно масло отработало. Ну, вот по показателям создаются впечатления, что не сильно масло и работало в данном автомобиле. Не значит, ну, 2-3 сотых процента. Здесь ничего такого не замечено по нулям. Вот. Но самый явный фактор, это у нас, конечно, нитрование, которое влияет. Ну и разжижение. То есть, масло очень крепко, хорошо отработало. К сожалению, не объективно его оценить очень сложно, так как это гибрид. Ну, что еще тут можно сказать? Значит, все вы сами видели. Благодарю Владимира за предоставленные образцы. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!